Музыка Вообще это мой любимый, так сказать, район что ли, место в мире. По самым разным направлениям. Это и личные контакты, и дружба, это история моей жизни. Я вообще каждое лето проводил в Сухуми и в Новом Афоне с детства, потому что самые близкие друзья, родители были жители Сухуми. Потом связи были самые тесные, и мой первый сольный концерт, когда я еще учился в консерватории, состоялся в Баку, в Бакинской консерватории. А первый такой выездной, уже профессиональный концерт, гастрольный, был в Ереване. И с тех пор вот с этими городами у меня очень тесная связь. Я не так давно играл в Бакинской консерватории, простите, в Бакинской филармонии, в этой роскошной совершенно филармонии, в этом зале потрясающем, овальном. У нас был концерт с бакинской звездой, Свидан Касимовой. Это такая абсолютная, потрясающая дива азербайджанская. Это азербайджанская монсерат Кабалье, я бы сказал, по таланту и по своему качеству голоса. И в Ереване вот не так давно мы ездили с Союзом православных меценатов, которые ребята, мои друзья, возили туда выставку икон. А я играл концерты и встречался с местными музыкантами. Это было замечательно, потому что последний раз я приезжал в Ереван, когда он переживал самые тяжелые времена, когда не было воды, когда не было электричества. Я жил в какой-то комнатенке, которую снимала филармония, без света, со свечкой и с ванной, наполненной водой, чтобы умыться. Но это были роскошные концерты. Я помню этот дух, который совершенно был несгибаемым. Полный зал филармонический, оркестр очень высокого уровня, которым руководил тогда Лорис Чекноварян. Он армянский дирижер, выросший, по-моему, он был из Ирана, но учился в Австрии. Замечательный музыкант. Мы с ним очень дружили, я ежегодно туда приезжал. И вот потом было много лет, когда я не видел Армении. И вот приехал сейчас. Это уже цветущий город. Это радостные такие, красивые очень люди. Мне было очень приятно, и мы договорились о новых проектах, новых концертах. Я, конечно, туда приеду. В Грузии я, к сожалению, с советских времен, наверное, где-то с 80-х годов не был ни разу. Очень хочу поехать. В Грузии меня связывают очень теплые и дружеские отношения с Тамарой Гверцетели. Она член Пописейского совета моего фонда. Она очень много делает для фонда. И я надеюсь, она сумеет выступить на моем юбилейном концерте в Большом зале 22-го февраля. Так же, собственно, как и Зураб Саткилава. Это тоже очень близкий для меня человек, которым я восторгаюсь, бесконечно восторгаюсь. Я считаю, что это явление для книги рекордов Гиннесса, когда тенор уже в таком возрасте, уже на восьмом десятке, звучит божественно. Она такой талантливый народ. Очень много у меня грузин по всему миру в друзьях. А в самой Грузии вот не был с тех пор, уже, наверное, лет 30. Надеюсь, что это совершится. Что касается Северного Кавказа, конечно, тоже очень много всего. Есть проект, связанный с Чечнёй. Я там тоже с советских времен не был. Ещё видел такой достойный, коммунистический, грозный. Помню красивый город, очень красивые люди. И помню своё ощущение от села Сержин-Юрт, где были мои друзья, где жили мои друзья. Я у них провёл пару недель там в этом селении и видел пляски на центральной площади, просто под гармошку или даже под запись какую-то, как ребята, молодые ребята и взрослые, и даже старики танцуют лесгинку. И вот тогда я понял, сильнее этого народа просто нет, потому что это такой огонь, это такая сила, это такой темперамент. Просто вот как будто, вот знаете, у Фалии есть произведение пляска огня, вот это пляска огня. Там даже испанцам нечего делать, вот где. Конечно, это совершенно уникальное по своей силе и гордости нация. И вот сейчас мы ведём переговоры о том, чтобы туда приехать с сольными концертами, и мне было бы очень приятно. И даже не только с сольными, а ещё привезти каких-то друзей фонда. Вот. И, конечно, из всего Северного Кавказа для меня самая близкая республика – это Дагестан. Во-первых, я там раньше много выступал, часто бывал. Были очень близкие друзья, и они и остались. И мой выдающийся друг Рамазан Абдуллатипов, которого я знаю уже много лет, и он меня привлёк к сотрудничеству с МГУКИ, с Университетом культуры и искусства, когда он был ректором. И он меня привлекал ко всем своим проектам в разных городах. Когда происходил форум, эти вузы, мировые вузы культуры в мировом культурном пространстве, я выступал очень во многих местах. Я помню и Брянск, и Душанбе, и Стамбул. Ну, везде, куда он меня зовёт. Я настолько его уважаю, что я отменяю другие свои какие-то события и еду туда.